доброе утро всем иду на работу и знаете даже боюсь у меня там все есть вода свет даже интересно что прямо это что прям холодно и вот иду и думаю все ли у меня там загорит все ли у меня зажжется все ли у меня включится если вообще свет посмотрим на чарли или там гуляет ему вообще по барабану свет дождь ну все как у нас апельсины дикие уже большие ладно пойдем мы видим сюрприз будет меня не будет сегодня так свет есть уже хорошо свет у нас есть сейчас включаем горячую воду и работа я добрый день еще раз семь так куда я полезла по замазке я уже думаю сейчас буду у меня индейку достала из морозилки сейчас ее быстренько забацю и суп вчерашний разогрею ой я сегодня хорошо так поработала знаете пришла до ора на работу думала не думала все ли у меня работает на 10 минут даже на 15 минут раньше дошла все включила все работает аллилуйя потом пришла клиентка у меня сегодня она сегодня в театре выступает такая я бы говорит тебе это дала бы билет ну естественно родственники то приоритете правильно да если честно я бы не пошла театр еще такой самодельный мы раньше знаете ходили в театре у нас сестра у мужа тоже по театрам любит ну как она выступает там типа кружка наверное вот не какой-то там прям театр а а вот и в общем она там сегодня пойдет выступать так и девичка моя потом пришла племянница которая вот она пришла она всегда когда приезжает приходит ко мне но украсить голову там сайте вот подписи потом пришел ее в общем все родственники меня собрались на работе болтали ты чё так шумеешь то вообще ну а допустим нет я вам другом месте расскажу а у нее это племянница а мне надо газ поменьше у нее но у сестра когда у меня появился чарли сестра в это же время купила тоже собаку себе юрсая вот и вот постоянно мы жили на другой квартире там рядом сестра другая живет и в общем когда одна приезжала к другой собаку всегда оставляла у меня дома не знаю вы наверное помните те моменты кто с первых дней со мной вот что у меня было всегда две собаки дома и вот они с ним классно дружил чарли они тот у нее родился в октябре а мой в декабре родился то есть у них там два месяца разницы и вот я и такая сегодня говорю представляешь говорю дети-то наши старенькими становится на так а почему это старенькими говорит моему только пять лет шесть будет шесть вот исполнилось я говорю как шесть его семь вот им исправляются она такая нет я давай искать ей это видео говорю вот смотри где у меня очень много видео где они маленькие они одинаковые были играются там такие гуляем говорю они одинаковые а там же фотки написано когда сделано фото и все такое только смотрит ну правильно 2015 год пять лет вот будет им шесть и такая смысле говорю мы в 2021 году уже она такая ты чё говорит 2020 год и такая чудо что ли я была твердо уверена что у нас сегодня уже 2021 год а будет 22 трындец капец я такая радовалась говорю ой говорю чарли говорю да у тебя вся жизнь впереди она когда моя ржать смеяться такая смотрит видео горит во мне горит таких нету перешли мне горит ладно я тебя перешлю говорю ну все говорю одной плохой новостью меньше в общем давай как смеяться они все собачники них там вот родственник тот тоже приходил у которого постоянно чарли двери останавливается в общем смеялись страсть я чуть смеялась тоже мы смеемся про вирус этот она это она инфермера медсестра и в общем я говорю вчера вычитала что молодых не будут прививки делать до 2021 года вот ну я не знаю я молодая и не знаю к кому я относиться то буду вот что в первую очередь будут вакцинировать прививки делать медиков потом стариков ну в принципе я думаю что ну так и правильно да молодых то зачем они вообще все равно ничего не боятся и вот и этого она уже хоть воскресенье уезжает еще сказали что у нас на карантин закроется на рождество когда рождество будет нас на карантин закроют чтобы никто никуда не ездил никакие праздники не делал они собрались там друг другу ездить на донерифе там брат не поедет в общем в общем не знаем как что будет посмотрим да но ситуация конечно не улучшается но у меня большая радость чарли на целый год младший ему будет 6 лет друзья всего лишь 6 а не 7 кто у кого собаки тот меня поймет а я уже два дня расстроена ходила смотрела на него думаю блин уже 8 год мне так его жалко там с клиентами тоже рассказываю она тоже собачница она такая да ладно тебе всего лишь полю жизни прожил вот такие вот у нас в голове разные мысли гуляют ну а что поделать так ладно друзья пошла я кушать и всего вам самого хорошего и оказывается мы в 2020 году вы не поверите я опять на кухне делаю тостовый хлеб вот у меня кстати авокадо поспел почему тостовый хлеб то авокадо поспел поспели лишних саду у дяди василь вот и тостового хлеба нет я достала лосось из морозилки который сама лить солила чаек заварила вот на завтра чтобы на завтрак решила в хлеб добавить льняные семечки помните я добавляла сверху но они у меня все отвалились поэтому внутрь добавим я кстати шкаф оттащила вот этот вот который с работы привезла пластиковый так оттащила сейчас он мы его пока принесли до дома он у нас на две части вот так он он же раскладной как рега на две части в общем сейчас он не мешался так и я его нафиг оттащила прилеплять ветры вроде не обещают поэтому я вот там у меня у нас есть матрас надувной двух двухкроватный как сказать двух потом обычный матрас такой вот на речке чтобы купаться и на речке на море тоже можно искупаться вот короче заложила я думаю что даже если будет и ветер не улетит потому что так тяжелый знаете и вот хлебушек у меня там опара готовится я сделала замесила и вот такие вот у меня дела тоже у меня сегодня кручусь верчусь так это мясо мужу сейчас придет может и не придет фиг его знает вот такие вот дела кручусь верчусь и все из одного авокадо вы представляете включила себе фильм знаете какой частица вселенной смотрели такое это про космос как вот он ему там тесты какие-то делают ну и параллельно в фейсбуке лазил вот тут у нас Мэша наша написала что у нас же в Гранаде много заболевших там студенты ля-ля-ля-ля-то поля им отменили закрыли все университеты а Гранада это же как бы можно сказать даже студенческий городок городок город и вот на той неделе там когда у нас были праздники там ночью выходные ужас что творил все люди на улице были как я не знаю как будто я такой праздник офигенный был в общем всплеской зараженных и закрыли все университеты учиться можно не знаю учиться онлайн наверное и вот сейчас значит чтобы наша мэша сказала что типа чтобы всех успокоить у нас сейчас же у нас в Испании считают знаете как по во-первых по регионам во-вторых заражен замуха летает я тут ков пила сырочком на 100 тысяч жителей у нас вот в нашем городе 248 заболевших на 100 тысяч населения ну то есть за неделю у нас 65 человек заболели ну как они не заболели они заразились подтверждены тестами вот 65 человек а ведь вирус проходит и как бы это бессимптомно то есть 13 человек у нас в больнице лежат и один человек находится в этой как трудно переводить все это когда не знаешь этих всяких терминов на русском знаете в общем один лежит в этой в реанимации во один человек в реанимации сейчас же как смотрят чтобы с больницы не сильно были перегружены сколько человек в реанимации лежит в зависимости вот все это что тот факт что там много зараженных это еще как говорится ни о чем не говорит самое важное чтобы больницы не были перегружены и чтобы всем люди зараженным людям смогли оказать помощь медицинскую и чтобы как бы ну вылечить больных и все такое ну в общем 65 ну я думаю что это тоже много у нас 60 тысяч населения в нашем городе вот 65 заражены 13 из них в больнице лежат она тут кстати больница не ну ты посмотри ты мне ты мне сейчас по компьютеру будешь лазить и сломаешь его поймал что ли поймал что-то там жует или поймал 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 он да перднул что ли чарли фу вонючка он да ты у меня опять молодой красивый тебе всего пять лет да я тебя уже в старики записал а ты у меня еще ох красавец в общем вот так такие вот у нас ситуации в стране но вот я вчера читала что мы подходим Испания подходит к этому кривая же есть да и вот к самой вершине кривой мы подходим то есть скоро должны пойти как бы на спад по идее да если кривая ой скорее бы все это закончилось так надоело если вот думать постоянно об этом такая напряженка идет это хорошо знаете когда плевать на все когда ты молодой красивый и у тебя нет родственников пожилых там да у тебя на работе ты не встречаешься с пожилыми то есть никакой ответственности да то есть ты заболел ты знаешь что ты там выздоровеешь и все а когда например хлеб у меня там не горит кстати у меня например какая ответственность я же у меня 60 процентов пожилые эти клиенты то есть бы не хотелось мне нормально и не хотелось бы быть причиной их смерти как бы так оно и есть на самом деле поэтому поэтому мне не безразлично все это поэтому я не чхаю на на все это и отношусь очень серьезно ко всему этому потому что как бы на кону жизнь человека не моя а остальных и я могу быть причиной как бы не хорошего конца и поэтому соблюдать все нормы поэтому все мы то с Чарли молодые красивые вот и мы как говорится занимаемся спортом питание там все дела выпкрыгаемся хотя не не факт да еще не знаю но вот я же не одна живу правильно я живу в обществе я хожу на работу в общем как то так ну ладно хлеб сделался я пойду мне сейчас банк нужно забежать и пойду гулять с Чарли с молодым красивым парнем дай поцелуй иди поцелуй поцелуй б zod но ну б zod а а а а иди целоваться иди целоваться давай целоваться целоваться будем с тобой целоваться миловаться я люблю не могу я люблю не могу да 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 мой хлебушек боже Как он пахнет, просто нереально Рецепт есть на канале Плайлист у меня есть, знаете же, да? Там со всякими моими рецептами Такими вот Которые серьезные такие Вот там есть такой хлеб у меня Готовится очень легко и просто Ну а мы идем Смотрите, сколько хурмы растет Вернее, выросло Она такая вкусная, такая сладкая Почему ее не собирают и не продают? Там ее столько, смотрите, навалено Ммм, вкуснятина Зашла в парк, а тут что-то все перекрыто Встретила вон там Сестра мужа стояла С ней поболтала Вон они, вы их не видите, наверное Она там с дочкой гуляет Вот Мы с ней, это третья сестра Мы редко видимся, которая меня раньше стригла Она, ой, кто тебе сейчас стрижет? Я говорю, другая родственница Говорю, потому что Ты всегда занята, не дозволишься А та всегда рядом Смотрите, что-то тут все перекрыли Что-то будут здесь у нас Тут обещали сделать красивые Это, знаете, вот это вот для скейтов Вот такие всякие Вот эти горки, да А еще у нас вот новая дорожка Вот такая Для велосипедистов Уже открыли Смотрите, какая грязюка Это вот от пальм Сыпется И вот такая грязь Классная дорожка для велосипедов А тут все вот перекрыли Что-то строят Наверное, детская площадка Потому что для скейта вон там будут Я план видела Ну, его, наверное, все видели Кому это интересно Будет у нас красивый парк Ем творожок Вот этот валькам покупила Кстати, вкусный такой, знаете Кисленький Как мы любим Как привыкли к творогу Вот, села уже монтировать Чарль у меня отдыхает После долгой прогулки А я буду с вами прощаться до завтра Сейчас телек включу Давно телек не включала Потому что он всегда занят А так как сейчас никого нету Посмотрю что-нибудь там интересненько Там сейчас программы разные И тут я, например, люблю смотреть Программы, по-моему, в 8.30 начинается Аки Латьерра Там вот про Рассказывают, ну Что происходит на планете Скажем так Не в плане там политики, вируса А в других плане там, например Там произошел Этот, как, извержение вулкана Там вот там родился медвежонок Какой-нибудь белый Вот такие вот Позитивные, скажем так, новости Вот И все Завтра суббота Всем удачных выходных, друзья Я все время забывала У меня это еще рабочий день А у вас-то уже выходные вовсю Всего вам самого лучшего Не болейте, берегите себя И встретимся с вами завтра Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok